Так вы с мужем сейчас вегетарианцы? Мы сейчас сыроеды. А, вы вообще сыроеды? Ну да. На 100%? Ну да. Ну, знаешь, мы не любим называть себя сыроедами. То есть у нас не было цели стать сыроедами. Так получилось просто. Живот сам захотел, да? Да, живот сам захотел. То есть, получается, года три назад у нас постепенно начал увеличиваться процент свежей пищи сначала. Начали что-то другое готовить. Просто увеличивали процент. Но не влияли на режим питания. А это очень важно. Иногда достаточно даже не менять состав пищи, а поменять режим питания. То есть мы, например, тогда вроде как близки были к сыроедению, но могли там намешать всего, наесться на ночь. И я понимаю, откуда у нас там тогда какие-то проблемы были со здоровьем. Потом постепенно попробовали на сыроедении, поняли, что, ну, сейчас не вариант. И стали над режимом работать. Что связано, чтобы там не передать, там, позже не кушать. Ну, постепенно как-то вот так вот это всё балансировалось. И тут у нас пути с мужем разошлись. И я бы сказала, что он в какой-то момент пошёл более уверенно, с чем это связано. С тем, что он в своё время перерыл, перечитал всю литературу на эту тему. И он уже был подкован. И самое главное, он сосредоточился на режиме. На режиме. Это и сон, и питание, там, и водичка. Я помню, как постепенно мы отчались кушать в 10 вечера. Сначала в 9 вечера, потом в полвосьмого. Потом просто в 8 часов чаёк с мёдом пили. Потом это вот так вот очень медленно, потихонечку сдвигалось. А у меня была какая ошибка. Я в тот момент не прочитала вот этого всего, не ознакомилась. И действовала как-то наугад, интуитивно. И у меня было больше трудностей с режимом. В частности, это и привело к тому, что какие-то мои задачи обострились, которыми я к тебе тогда пришла. А он уверенно, спокойно шёл. Он уже это понимал, как это работает и так далее. То есть у него в итоге вышло к тому, что тело само сказало, что оно больше не хочет варёной еды постепенно, постепенно. А у меня оно вроде как и не хотело, но в то же время были какие-то моменты, что я пыталась психологически как-то компенсировать, возвращаясь к чему-то. И мне не хватало знаний. И сейчас, после того, как я прошла с тобой индивидуальное консультирование, плюс взяла у тебя курсы, плюс ещё дополнительно литературу поизучала, что могла, собрала. И сосредоточилась именно на режиме питания, а не на том, чтобы навесить на себя ярлык, сыроед я или не сыроед. Когда я сосредоточилась именно на режиме, на качестве, чтобы мне хорошо было, вот осенью прошлого года мне перестало хотеться совсем, есть что-то варёное. И вот получается, ну где-то вот полгода я не ем, но не потому, что я себе запрещаю, а потому что не хочется. У меня прям вопросы так рвутся из меня к тебе, да? Потому что вот ты сейчас так всё это прям вкусненько рассказываешь, как ты постепенно к этому шла, да? Как ты себя слушала, как ты прислушивалась к своему животу, к своим желаниям, к своему состоянию. Мне так всё нравится. Потому что, к сожалению, бываю свидетелем того, что резко переходят люди. Ну да, вот услышали эту идею, понравилась идея, давай воплощай. Не всегда это получается здорово, а точнее всегда это бывают какие-то потом отдалённые последствия, когда без подготовки. У тебя же, я вижу, прям очень такой размеренный путь. У меня практический вопрос к тебе. Вот можешь описать? Ну я знаю, что это будет интересно людям. Ну вот из чего состоит по питанию сегодняшний твой день, да? Сколько приёмов пищи в день, да? И твой режим. Вот можешь кратенько? Ну так, картинка сложилась. Я тогда пишу свой режим и мужа. Хорошо, хорошо. У нас совершенно разный режим. У нас у тел абсолютно разные потребности. Те продукты, которые мне заходят, ему не заходят. И каждый у нас готовит сам себе. То есть здесь мы настолько стали прислушиваться к своим потребностям, что выходит, что нет такого, что мы на двоих общую тарелку сделали. Интересно. Это вот одна из фишек, что, ну если вы будете там кто-то, кто смотрит, использовать для оздоровления вегетарианство, веганство, сыроедение, то будьте готовы, что однажды вы настолько начнёте понимать своё тело и увидите, почувствуете, что у других людей, пусть даже близких, вам другое тело, и вам нужно разное питание. Вот даже если у вас примерно одна тема, типа там вегетарианство, но всё равно набор продуктов и какие-то нюансы, они будут отличаться. Для меня это было само открытие, потому что я упорно какое-то время пыталась повторять за мужем и не понимала, почему мне плохо, когда я питаюсь так же, как он. А потом выяснилось, что у меня есть индивидуальные воспалительные реакции, непереносимость некоторых продуктов, которые у мужа нет. Так, интересно. То есть это тоже такое бывает. Значит, мой день, ну где-то с пяти до полвосьмого утра я встаю. Ну да, такой большой разбег. Ну по-разному, как высыпаюсь. С пяти до полвосьмого. Ну потом, значит, упражнения, дыхание, гигиена. Водичку пью, делаю замасливание внутрь. То есть я беру ложечку масла нерафинированного, смешиваю его с лимончиком и натощак выпиваю. Это очень полезно для печени, для желчного, для кожи, для волос. Я нашла такую штуку у одного человека, что он рекомендует как раз для баланса всем делать замасливание. Это из Индии, из Айрведы к нам пришла такая. А сколько, а сколько ты? Ложку больше? Всё зависит от масла. Например, если масло какое-то обычное, типа подсолнечное, то где-то столовую ложечку. Но начинала я буквально с пол чайной ложечки. То есть там дозу тоже постепенно увеличиваешь. А вот сейчас я пью масло чёрного тмина. Оно такое гидрёное. Его противопаразитарным считают. Оно такое острое. И вот его прям с того, ой, чайную ложечку пью, потому что оно очень сильно стимулирует аппетит. Вот, ну мне нравится. И, кстати, знаешь, как работает это замасливание, если его правильно делать? Оно делает так, что ты лучше наедаешься. То есть жор в целом в течение дня, он меньше. Микроэлементы организм получает нужные. Так, делаю замасливание и потом ем какие-нибудь фрукты. Через сколько? Через полчаса. Ем какие-нибудь фрукты. Потом работаю, там чем-нибудь занимаюсь. Ну, это где-то происходит часов там с полдесятого до одиннадцати. У меня завтрак такой. И потом второй раз я кушаю где-то с часу до трёх. Тут я уже кушаю что-то такое основательное, типа овощей с орехом, с маслом. Ну, каждый раз по-разному. И всё. Дальше я пью травяной чай в течение дня без мёда. Просто травяной чай. Либо воду с лимоном и просто воду. Ну, тоже я так к этому пришла. Постепенно время сдвигала. И поняла, что мне так хорошо. Я так наедаюсь. А если я позже покушаю, добавляю третий приём пищи, то потом, как ни странно, ну, не знаю, чем это объяснить, на следующий день у меня жор сильно появляется. То есть, как ни странно, когда у меня вот немного вот этих приёмов пищи, но они достаточно полноценные для меня, я, наоборот, чувствую сытость, насыщение и силы. А у мужа другой режим. Он встаёт ещё раньше, чем я. Там тоже все эти дела делает. Просто идёт на работу. И также примерно завтракает. Либо фруктами. Либо он любит делать шоколад из кэраба. Очень он ему нравится. Он такой жирненький. Там нету мёда, ничего. Просто чисто порошок кэраба не обжаренный. Какао-масло и всё. Ну, это вот ему нравится. Он наедается. Он такой плотненький. Потом пьёт чай травяной в течение дня. Вот, кстати, после марвы травяной чай у нас в ходу. И также примерно в это время, с часу до трёх, он обедает. И потом пьёт водичку. Тоже овощами, да? Да, овощами. И он любит добавлять водоросли очень сильно. Типа ламинарии, вакаме. Вот такое. У меня на ламинарию, на вакаме реакция не очень. Она мне не подходит. Но мне нравится, кстати, добавлять спирулину. Спирулина мне хорошо заходит. А, ещё он очень любит горошек замороженный. То есть в этом плане мы, конечно, не стопроцентные сыроеды, потому что термически обработанный замороженный горошек. Но мы над этим смеёмся так, что ну и ладно. То есть он любит горошек. Но для моего организма горошек тоже не заходит. Я это получаю через орешки. Вот в этом наше различие. Да. Кто-то послушает, конечно, и удивится, да, что можно вот так двумя приёмами пищи в день насыщаться. Причём такой довольно ранний. Второй довольно ранний. Но ты же пришла к этому не сразу, правильно? То есть это сложилось просто, вот эта система, из-за изменения твоей микрофлоры кишечника. Ну и в общем цену. Это было постепенное привыкание. Пока, до встречи. И посмотри ещё вот это видео. Увидимся.